Какое дело, я позвонил нам тоже один директор, у которого были, Артавий Хромов, я, говорит, ошарашен, хожу, говорит, по кабинету. Так, вот какое дело, вы тоже можете в гостях услышать это. Я начальник детского лагеря, основатель, и те годы Горшков Вячеслав Григорьевич очень нам помогал. Это насос, гвозди, то другое. Ну, я просил не для себя, для детского лагеря. Мы не государственная структура, это 44 года. Ну и я разбогател за эти годы. А разбогател чем? Мне помогали люди, и я издал 38 томов книг, моих книг. Это не две книги. Я был занятием в университетах, за границей, где там было. И вот те книги, которые, допустим, вот это видели в библиотеке у Путина. Эти книги в центральных библиотеках мира. Это новый завет с полным толкованием, с апокалипсисом, трехтунных. Вот я приехал отблагодарить, ну это как бы биографический средств истории, что говорили-делали. Ну это конкретно книга моя. Подарить Вячеславу Григорьевичу. Сказать, что с великим уважением к нему. Я даже, может, с ним даже ни разу не встречался. Потому что он через кого-то это помогал. Представьте, мы в степи, в лагере, у нас ничего нет. И вдруг он дает там сверла разные. Я где-то что-то обмениваю, точила, тяпки. Я с детьми занимаюсь, 44 года, без государства. Тысячи детей подняты. Это нельзя ничего сделать, если бы не было таких добрых людей. И поэтому здесь в книге про него будет написано. Он найдет. Это вот наша визиточка, это вам. Там на обратной стороне все наши YouTube, форум, все найдете. Но это вот ему и его друзьям передадите. Хорошо. Ну мой телефон, я ему звонил. Можете даже записать где-то отдельно. Он может перезвонить. Запишите, я скажу. Да, конечно. А, 8-961-230-70-60. Лапкин Игнатий Тихонович. Тут описано вот туда, видите, на книге. Это вот на этой книге я ставил уже на очередь, говорю слово. Я в разных университетах вел занятия, программы радио вел. И тут все ответы, которые я давал. Это будет ему очень интересно. И он может даже позвонить. Сказать, что сейчас я ни в чем не нуждаюсь. Не нуждаюсь, потому что люди помогли встать. У меня минимальная пенсия 6275 рублей и 3 копейки. То есть я сидел несколько раз. В то время это не одобрялось. Я начитал архипелагу, в первую стране распространил по всему. Брал интервью и репрессервах. А сейчас за этими данными гоняются. Но это все позади. А сегодня я как бы от Бога это имею. Отблагодарить этих людей. Я рад, что он мне встретился. Не просто встретился добрый человек, вот Вячеслав Григорьевич, а что он принял участие в деле, которое его совсем не касается. И он так обильно помог. Представьте, один насос дал качать из пруда в воду, в лагерь, а там поливаем огородчик. А дети будущее говорят. А какое будущее, если все детские сады все это рушатся, дети беспризорны. Будущее, когда такие люди есть, которые воспитывают их, которые помогают. Так что передадите от меня, скажи, низкий ему поклон. Я просто рад за вас, что вы работаете, может быть, рядом или под руководством такого человека. Вот мы снимаем, что у нас все выставляется в интернет. И он, когда будет смотреть неделю через две, это будет в ролике. Храни вас Господь. Я просто не имею возможности ходить, а меня человек привез, брат, во Христе. Здесь по нашим книгам легко найти Христа, Бога, жить для Бога. Мы православные христиане. Это православный лагерь, он один был в России. И мы что делаем? Первым делом храм строим, начинаем жить. И у нас люди, они как-то особые, они не такие, как люди. У нас не курят, не пьют, не матерятся. И вся деревня строится с нуля. Мы достроим деревню в Мамонтовском районе. Вот, когда зайдете, вы все это найдете. О чем я говорю. Эти книги, они там все стоят. Со снимками даже. Здесь вы будете, пока его нет, можете даже полистать, посмотреть. Тут детский лагерь. Как я стою? Вот я сижу с книгами своими. Видите? Они в нашей краевой библиотеке есть, в каждом районе. Я их издал и бесплатно раздаю. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Турцию, Скандинавию и Турбалку. 500 городов проехали за 4 года. Городов и сел больших. Захватили север и юг, и все страны, и до Америки, и дальше разослали книги до Англии. Потому что это книги, которые дают человеку ведение о Боге. Как жить во свете. Если по-божьему жить, то нет ни разводов, ни оборотней милиции, ни взяточников, депутатов. Это другая совершенно жизнь. Жизнь на полной отдаче Богу. Мы живем один раз. Ее нужно прожить даже в бедности, красиво, без ропота, без злобы. Вот все здесь сказано. Если знаете, что АГТУ университет, тут есть такое. Там был и в Стегнеев, тут все снимки, все найдете. Спасибо, Христос. Зад, конечно, что его нет, но ему все скажет, он может позвонить даже. До свидания. Какого права, я еще не знаю. Вот, я решил пройтись, поблагодарить. Мы хотим вам подарить на интернет. Его сегодня нет, но я подарок сделал, книги. У меня книги вышли, он помогал детскому лагерю, я начальник сказал. Я решил всех теперь найти и отблагодарить. Хороший у вас начальник. Слава всем. Видите, как, говорят, когда я выступал по телевидению, ой, лапки за американские доллары, за бутыли, все телевидение. Меня священники прям с капитры в храме называют фамилией, что церковь не рекомендует этого делать. Ни копейки никому не отдал. Как так, из Германии едут, из Англии едут, а Останкино их сопровождает. Ну, чтобы Останкино сопровождало, это, естественно, не на каждом шелку. И они даже не могут предположить, что есть другая форма общения, форма любви. Это любому понятно. Вот сейчас мы выходим уже на улицу. Все на это. Спасибо, что я собрал. Надпись «Отанармница». Вот. Вот. Вот оно написано. Экономика и права. Вот где мы бываем. У меня был человек близкий. Он говорит, сам-то я никто, а друзья-то у меня какие. Вот такие люди. Это доктор каких-то там экономических наук. Ну, доктора тоже, я думаю, не на дороге валяются. Их Господь побуждает. Притом, я не выпрашивал, а пошла сестра. Она была у нас, как, эконом, у меня называется так, комендант. Эконом. Вот сейчас в Таряковске Михаиловне свою женщина была, Егоренко Надежда Павловна. И она ходила и обращалась с просьбой о помощи нашему детскому лагерю. И вот этот завод, он санкостроительный был. Слушай, он был там директором, а сейчас он здесь, в университете, я не знаю, кем он здесь. Ну, явное дело, что не студентом, если он доктор экономических и других наук. Это наш город Барнаул. Вот мы можем даже сейчас отойти, издалека показать. Давай-ка вот сюда выйдем. И он там надпись покажет. Вот сегодня у нас 16 ноября 2015 года, понедельник. Сегодня там разбирать будут, видимо, в Москве, диак Андрея Кураева. Помоги ему, Господи. Потому что мне это понятно. Вот это гонение, когда устраивает. Не понимают, что люди, которые заботятся об очищении церкви, они заботятся о духовном росте и государстве. Потому что церковь все-таки должна говорить о нравственности и проще. А Андрей Кураев как раз говорит о том, о чем надо поддержать его. А его сейчас долго. Ну, мы молимся. Я знаю, что таким людям они зла не могут причинить, если он благодарит. Ты только благодаришь. Вот на меня нападают там, под видом священников. Ну и что из этого? В чашку ко мне не залезли, спать сегодня я мог спокойно. Я благодарю Бога. Нужно научиться за все благодарить. И вот сколько лет мы сейчас были у Хромова. Это где-то 27 лет, как он помогал назад. 27 лет. И он только, ну как вы меня нашли? Сейчас еще были, он взводит. Я прямо в шоке. Хожу сейчас по кабинету. Да как же это так? Вот это он такой и есть. Моя жизнь прошла увенчанная милостью Божьей. Что добрых людей, как отец Арсений, такая книга отец Арсений. Он увидел, как огоньки везде горят. Сколько у Бога добрых людей. Я на практике могу показать. У которого ничего нет, вот у меня ничего нет. И в то же время все есть. Я смело говорю, я несказанно разбогател. Чем? Добротой Божьей. Что Господь позволил мне, вот пришло на ум пойти всех отблагодарить спустя уже десятилетия. Я поехал по другим городам, где меня держали в тюрьме. Один охранник дал листики, осенью листики, засовшие, когда на прогулочной площадке были. Я его нашел и отблагодарил. Даже за это. Три, кажется, листика он подал. В то время было страшно тяжело. Где на психиатрической экспертизе судебной был. Кемерово. Ну, Кузнецкий. Я постарался всех найти и всех отблагодарить. Это Бог делает так. Это благодать Божия. И я благодатью Божию хвалюсь, что она ни от кого не закрыта. Только стоит открыть двери сердца и Бог устроит. Сейчас едем в администрацию Алтайского края. Попробую найти бывшего директора макаронного завода. Фабрики. Морозова Геннадия. А он потом был депутатом. Стал законодательного собрания Алтайского края. Найти и отблагодарить. Вот как он помогал. И спички, и лампочки давал. Все. Уходим. Это академия какой-то экономики. Здравствуйте. 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 Я поставил задачу найти всех, кто мне помогал. Вы помогали нам, давали насосы. Гвоздей. Там еще что-то вы не помните. Сверла. Мы с вами уже с нуля деревня. Я начальник детского лагеря. Я помню. Помните так. Ну и вот теперь я разбогател. У меня вышло 38 книг. Мне не помогли. Я решил всех найти. Сейчас едем от Жердева. Это зеркальная фабрика, директор. Хромова нашел. Вас нашел. РТИ там. Я хотел сказать, чтобы ваши знали люди, что значит добро и как оно возвращается. Вы помогли в самый тяжелый момент, когда мы деревья начинали строить. Ни насосов, ничего нет. И вот тут дал шланги. Вы дали насос. Это дело в прошлом. Сейчас мы уже можем приобрести скотину завели и прочее. Я вел занятие много лет в техническом университете. Проходил там мимо вас. Ваше учреждение там. Рядом было ТЭН. Такой был. Меня же осадили несколько раз. За слово Божие это. А ТЭН встретился в ответственный момент. И прокурор Край тогда был и говорит. Жизнь. У Лапкина пошла другим русом. Говорит. Руки и ноги уже не ставишь, что меня пытали. Ну давайте закончим это все. И когда я суд-то выиграл. По расконку что ли? А? По расконку кто? Это ТЭН сказал. А, ТЭН. ТЭН. И он стояли на улице как раз. Он говорит. Ну, раз уже все так сделали. Суд-то я выиграл. Одиннадцать лет шел в суд. А платить нечем. КГБ в стороне. А осталась ответственная городская администрация. У меня все изнятые на них переложили. Ну и приехал Баварин. Участок далее. Ползунова шесть. И там два домика. В честь погашения. Ну вот видите как. Там ТЭН сказал. Там Петропот от Вице-Мэр теперь в городе. Баварин большую роль, конечно, сыграл. У него был советник, общинников Владимир Петрович. Очень хороший человек. И он его, Баварина, просветил в этом вопросе. И меня они забрали. И поехали дом этот присвоили официально. Да я заехал буквально на несколько минут. Лишь бы вас увидеть. Лично отблагодарить. Вячеслав Григорьевич. Какие вы добрости. Как вы мне помогли. Ну дай бог. Вам визитку мою отдали? Да. Вот. Там Ютуб. Там сайт. Там все обставили. Там все 38 книг, какие у меня выше из печати. Хорошо. Мы же проехали с миссии от Владивостока до Лиссабона. Я в каждой библиотеке дарил все 38 томов. Разные. Это разные книги. А средства-то чьи-то? Средства-то чьи-то. Ох. У меня ничего нет. Минимальная пенсия. Вообще вот в данный момент у меня 6275 рублей и 3 копейки пенсии. Ясное дело, что издать абсолютно невозможно. У меня 4 книги. Уже все полностью готово только издать. Стихи мои. 4 тома по 800 страниц. Это 2 с лишним миллиона надо. Ну я вступился. Они в интернете выставлены и все. Так Бог сделал. Я от вас не знал ничего. У нас была одна женщина. Она ходила и везде все это узнавала, где что можно дать. И на вас наткнулась. Ну а потом уже я сам пришел. У вас там какой-то был мужчина, который все это помогал. Гвозди все еще целые. Насосы все еще работают. Я сказал, что лодки работают. У меня же детский лагерь для детей. Он не поверил. Да вы что, я говорю. Мы бережем. Я нашелся у нас надежно. А с гвоздями что, если только прожареют? Я не знал, что ваши звания такие, что вы доктор там и проще наук. Вот как все ваши знания сгодились и теперь уже. То директором, то здесь сейчас. Так, на визитке мои телефоны. Если в духовном плане я могу вам чем-то помочь, вы знаете, что у вас есть, куда обратиться. Ну, храни вас Господь. Спасибо. Девушку, благодарю вашу. Слава Богу. Она нас хорошо приняла. Так что... И пожелайте хорошего жениха. Ну, все. Сережа, пошли. Ну, алло, это жених есть уже. Мы, я всех заснял. Вы смотрите в Ютубе. Неделю через две может появиться ролик. Чтобы Россия знала своих героев. Если бы все так помогали начинающим, картина могла бы измениться. А то такой разрыв между богатыми бедными, что просто катастрофа какая-то. А вы не посмотрели, что мы такие бедные взяли и помогли нам. Ну, собственно, для детского лагеря помогали. До свидания. Продолжение следует...